Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Несмотря на давление со стороны действующей власти, всенародно избранный президент Игорь Дадон не намерен отступать. Как и было обещано, в ходе избирательной кампании президент будет следовать своей предвыборной программе. Один из приоритетов главы государства – отмена закона, передкладывающего возврат украденного миллиарда на рядовых граждан. Первый шаг в этом направлении уже сделан. Законопроект, инициированный главой государства, обсуждается в парламентских комиссиях, в том числе с участием советников президента. И у нас в гостях советник главы государства по экономическим вопросам Елена Горелова. Здравствуйте! Здравствуйте! Исходя из моих знаний, подчеркнутых из информации коллег, подсчитано, что каждый гражданин Республики Молдова должен был в течение 25 лет возвращать где-то порядка 10 тысяч леев. Вот это согласно тем обязательствам, которые правительство взяло на себя перед, я так понимаю, международными финансовыми структурами. Мог бы Кабинет Министров поступить иначе? Или же здесь, я не знаю, так было продиктовано? Или наш Кабинет Министров является, не знаю, агентом влияния со стороны международных финансовых структур? Ну, так нельзя сказать, что агент влияния, они выполняют свои функции, но, конечно, они очень зависимы, не только от международных финансовых структур. Дело в том, что принятие вот этого закона происходило очень своеобразным образом. Его принял не парламент, то есть публичного обсуждения не было. И процедура, которая обычно сопровождает принятие любого закона, обсуждение в обществе, обсуждение, допустим, с какими-то другими ветвями власти и так далее, этого не было. Этот закон был принят под ответственность правительства, что у нас в последнее время очень часто случается. То есть все принятие закона было принято скрытым актом таким. Я хочу напомнить, что вся история с самым выводом этих денег, да, огромной суммой, которая была эквивалентна в 2014 году примерно миллиарда долларов, вся эта схема, она была продумана очень тщательно, от начала до конца. Через какие банки, через какие схемы, куда выводятся деньги, как меняется законодательство, потому что менялось одновременно и законодательство. Менялся закон о национальном банке, менялся закон о финансовых учреждениях, это вот два таких базовых закона во время всей этой кражи. И опять же таки, эти законы менялись опять же таки не парламентом, без публичного обсуждения, а под ответственность правительства. Напомню следующую историю. После того, как кража свершилась уже, да, правительство приняло два секретных постановления. Отмечаю, два секретных постановления, согласно которым они предоставили национальному банку гарантии по тем кредитам, которые национальный банк был вынужден выдать этим трем банкам, банка деэкономии, банка СЧАЛа и Унибанк, в связи с тем, что они перестали быть платежеспособными, из-за того, что через них прошли и ушли эти деньги. Понимаете? То есть вся эта схема, она нетранспарентна, схема, вот я имею в виду со стороны правительства и парламента, она очень нетранспарентна, как и получается, вот с моей точки зрения, что органы государственной власти обслуживали вывод денег из трех банков. Но законодатели, получается, самоустранились от необходимости влияния на ситуацию? Я не думаю, что прямо все, мы тоже должны понимать, что у нас парламент, это не одинаковые люди, это не одинаковые партии, это не одинаковые взгляды, это не одинаковая ответственность за страну. Вот, а они их устранили, их устранили, потому что согласно одной из статей Конституции, правительство имеет право брать ответственность за принятие каких-то законов. И вот они использовали это право. И, кроме того, я повторюсь еще раз, что вот эти два секретных постановления, которые приняло правительство, они как раз и закрывали вот этими постановлениями ту дуру, которая образовалась в банковской системе. То есть, все нетранспарентно. Я думаю, что если бы с самого начала, допустим, каким-то образом правительству не удалось бы провести изменения в этих законах, о которых я говорила, возможно, что мы сегодня имели бы другую ситуацию. То есть, если бы... Если немного детализировать, какие именно законы были изменены? Что открывало... Я объясню. Дверь. Самое главное, закон о национальных банках и закон о финансовых учреждениях. Значит, до изменений, которые были внесены правительством в этот закон, правительство не имело права давать гарантии по кредитам, которые национальный банк дает коммерческим банкам в случае, если у них там риск, допустим, потрясений каких-то банковских или уже проходят какие-то кризисные процессы. Вот этого не было. Они внесли это. То есть, выбирали систему страховок. Они внесли это, что правительство выдает в таких случаях гарантии по кредитам. А что значит гарантии правительство выдает? Всем было понятно. Я имею в виду людям, которые знали о всех этих макинациях, о всей этой схеме. Они знали, что те деньги, которые были выведены, как осуществлялось вывод денег из банковской системы, часть денег осталась в Молдове, большая часть ушла за пределы страны. Национальный банк знал все это и срочно сделал эмиссию. Эмиссией покрыл эту дыру, которая образовалась. А правительство сказало Национальному банку, что мы гарантируем тебе возврат денег от эмиссионных средств, которые выпустил тогда Национальный банк. И теперь мы оказываемся все жители, не причастные к этому делу, не принимавшие решения, не выводящие деньги. Не имеющие никакой выгоды от этой сделки, а только потери. Макроэкономические я потом, может быть, скажу. Теперь мы должны не оплатить, то есть не будет платить Горелова или Выжга или еще кто-то, а просто те деньги, которые нашими общими усилиями собираются в бюджет, огромная часть этих денег будет тратиться. Ни на социальные пособия, ни на культуру, ни на образование, ни на поддержку фермеров. А эти деньги пойдут прямо из бюджета в Национальный банк. Вот что случилось. То есть вся схема была продумана с самого начала, Получается, изначально Кабинет Министр, который принимал вот эти секретные документы, уже изначально рассчитывал, то есть или предполагал, что граждане будут рассчитываться? Ну не граждане, это слишком такая... Или был какой-то другой рассчитан? Нет. Еще раз повторюсь. Все схемы были продуманы. Вот как выводим деньги, как меняем законодательство, чтобы это все выглядело законным, как мы покрываем вот эту дыру в эти вот выведенные средства за счет бюджета. Более того, вот вы знаете, и наши телезрители, наверное, тоже знают, что в парламенте в первом чтении прошел закон о так называемой либерализации капитала. Вот этот закон, этот проект, это последняя точка во всей этой схеме. Начинает с самого вывода денег через межбанковские кредиты и так далее. Потому что деньги, которые выведены или которые остались в Молдове, их нужно как-то легализовать. Правильно? Там же наши люди участвовали. Их нужно как-то легализовать. И вот это уже будет последняя точка. Вывели, использовали, теперь нужно все это отмыть, легализовать. И вот если парламент примет этот закон о либерализации капитала и налоговом стимулировании, то значит будет поставлена последняя точка во всей этой истории. Почему сейчас правительство не берет на себя такое обязательство? Ну, не знаю, функцию тоже. В обход парламента принять такое решение? Ну, видимо, я думаю, что здесь главный игрок не правительство. Правительство во всей этой истории играло очень пассивную роль. То есть оно было исполнителем чужих решений, которые принимались не в правительстве. Понимаете? И правительство здесь пассивный игрок во всей этой истории, я так считаю. Хочу вот привести цифры. На каких цифрах идет речь? То есть, что было, какие за суммы будут ежегодно направляться из государственного бюджета, который у нас и так не очень большой, можно даже сказать, скудный для наших нужд, не хватает денег ни на что. Вот по расчетам Национального института экономических исследований Академии наук, значит, эти суммы в ближайшие годы составят где-то более 800 миллионов лев, а в 2021 году это уже будет под миллиард. И в конце, то есть через 25 лет, то есть в течение 25 лет эти облигации будут выкупаться за счет бюджетных средств, это уже будет больше миллиарда. То есть ежегодно вот эти суммы должны будут поступать на счета Анастбанка? Да. Вот с облигацией выпустили на 13,6 миллиарда, их выпустили под 5% годовых, и вот за счет этого и выкупать будут в течение 25 лет. И вот в течение 25 лет бюджет начинает там, как я сказала, вот через два года, через год будет уже более 800 миллионов каждый год истей, а к концу этого срока больше миллиарда, а всего будут выплачены 25 миллиардов из бюджета. Да, 800 миллионов в год. Что могло позволить себе государство, название Республика Молдова, на вот эти средства в год? Я как экономист, конечно, переживаю за все сектора, но я понимаю тревогу и напряжение, которое есть в аграрном секторе, которое живет в основном за счет субсидий, кредитов, которые мы получаем от международных организаций, из европейских фондов, потому что сельское хозяйство во всех странах, даже самых высокоразвитых, оно всегда является субсидируемым сектором. У нас ресурсов на это субсидирование сектора очень мало, и поэтому ежегодные субсидии на поддержку сельскохозяйственного сектора, они составляют где-то 500, 650, 700 миллионов. Вот та цифра, которую я озвучила, за счет того, что мы бы не направляли это на погашение долга правительства перед национальным банком, эти суммы, могли бы удвоить, например, фонд субсидирования сельского хозяйства. Учитывая, что у нас сектор не очень технологически, технически развит, и он подвержен различным рискам, неустойчивый, да, и, может быть, эти средства помогли бы, ну, достичь какой-то определенной защиты от этих рисков в сельском хозяйстве. Очень много можно было бы сделать мероприятий и по земле, и по технологизации аграрного сектора. Пока, вот в ближайшее время, в ближайшей перспективе этот сектор останется стратегически важным для нас. Можно было бы эти средства пустить то же самое на региональное развитие, знаем, в каком состоянии у нас все регионы. Да, там работают различные иностранные фонды, очень нам помогают, спасибо им за это, но средств очень мало, потому что местные бюджеты в связи с тем, что, по сути, у нас местной финансовой автономии пока не достигнуты, средств не хватает ни на что, и поэтому эти средства можно было бы направить и на региональное развитие, вода, канализация, местные дороги и так далее. Я уже не говорю о, допустим, увеличении средств на какие-то социальные нужды, их у нас очень много. Тут даже, я думаю, знают те резвители, и мне не нужно открывать скобки, в каком состоянии у нас пенсионные обеспечения, в каком состоянии у нас система социальных пособий для различных категорий, социально-визимых категорий населения, поэтому применить эти средства можно было более эффективно по разным направлениям. То есть, вот этот объем денег, он для нас очень значим. очень значим. вот, если говорить об общей сумме, которая, которая будет направлена за 25 лет из государственного бюджета на счет Национального банка, 25 миллиардов, вот, чтобы люди понимали, это более 80% годового бюджета, вот, бюджета 2017 года. То есть, это огромная сумма для бюджета. Это не 1, не 2%. Елена, вы говорили о потерях населения, макропотерях. Вот, если здесь задержать внимание наших зрителей, в чем состоят эти потери? Что мы потеряли? Что мы могли ощутить? Люди это ощутили, но, не знаю, правительство не объяснило, как это связано. Может быть, недоработка экспертов. Хотя, очень многие эксперты об этом говорили. Потому что, раз была осуществлена огромная эмиссия со стороны Национального банка, то есть, количество денег увеличилось, у нас, естественно, стали расти цены. И в 2015 году у нас годовая инфляция была 13,6%, почти 4%. Мы давно не видели такой инфляции. И, естественно, что обесценились доходы населения очень сильно, причем все доходы, потому что инфляция, я имею в виду и низкие доходы, и средние доходы, и высокие, потому что инфляция очень существенно была. Она повлияла, конечно, на состояние доходов всех категорий абсолютно населения, она съела просто, потому что цены выросли и на продукты питания, ну, на все практически выросли цены, да. И поэтому в реальном выражении доходы, конечно, очень сильно пострадали всех групп населения. Ну, и в первую очередь, конечно, как говорили классики, инфляция – это налог на бедных, в первую очередь тех, у которых доходы маленькие. И в то время из бюджета невозможно было каких-то социальных, специальных программ, я имею в виду, 15-16 год, сделать или провести их в жизнь для того, чтобы поправить ситуацию. Бюджет был в не очень хорошем состоянии, поэтому население это почувствовало. Потом девальвация Лея, в связи с девальвацией или рост тарифов всем известны, да, на электроэнергию вот на тепло пережили. И в этом году, ну, согласно, допустим, меморандуму с Международным валютным фондом, тарифы на электроэнергию должны поднять. В очередной раз. В очередной раз, да. И это все печально, но тянется с тех пор. Почему? Вот я поясню просто людям, что, почему повысили тарифы на электроэнергию. Дело в том, что, когда мы закупаем электроэнергию, в основном 80% за доллары, сейчас мы покупаем молдавский ГРЭС, газ мы покупаем за доллары, это основные виды энергоносителей, которые мы здесь используем, да. И поэтому, когда девальвируется Лей, естественно, Леевая масса, которую мы должны заплатить за удовольствие получить тепло, электроэнергию и так далее, должна увеличиваться. А поскольку тарифы не увеличивались длительное время, ни на электроэнергию, ни на тепло, ни на газ, то, естественно, у компаний энергетически возникли, так называют, в силу вот этих несостыковых, да, финансовые потери. То есть, они покупают за доллары, им оплата идет изнутри, от потребителей, в Леях, и здесь получается огромный разрыв, дисбаланс. Девальвация Лея, рост стоимости доллара. Да. И компании, конечно, теряют, у них вот эти финансовые отклонения, но они чем-то должны их покрыть. Единственный источник, которым можно покрыть эти финансовые отклонения, это повышение тарифов. То есть, это все, опять же таки, связано с выводом денег из банковской системы, со всем, что случилось. То есть, рост цен, девальвация, катастрофическая нашей национальной валюты. Ну, судя по всему, я так понимаю, что правительство нашло только единственный способ решения этой проблемы, переложить на наши сами плечи. Игорь Дадон в свое время в одном из телеэфиров заявил о том, что способ вернуть деньги, украденный из банковской системы Молдова, не вешая вот эту проблему на плечи граждан, власти знают этот способ, но почему-то его не применяют. Потому что это очень удобно. Я поясню, как я это понимаю, проблему. Значит, во-первых, правительство и не пыталось искать другой способ. Как я сказала, я убеждена в том, что вся схема от начала вывода денег до последнего этапа, как мы их отмоем, очистим, она вся была продумана. Правительство здесь пассивный игрок, что ему говорили, то оно и делало, принимало ответственность за проекты, за принятие законов. Да, оно фактически исполняло, согласно Конституции, было исполнительным органом в буквальном смысле этого слова. К сожалению. Потому что там много людей, специалистов, умных людей, которые знают свое дело, и которые прекрасно понимали. Я в этом уверена. Поскольку все это делалось вот так, скрыто-закрыто, и не было публичного обсуждения, и, естественно, никто не ждал, я имею в виду, из тех, кто принимал решение, что поступят какие-то предложения, как решить проблему после того, как случилось это. Никто не призывал экспертов или международные организации, что помогите нам, как решить проблему без ущерба для бюджета, то есть для секторов экономики и для граждан страны, и для бизнеса. Никто об этом не задумывался, потому что все было прописано, как сейчас можно говорить, дорожная карта кражи и выхода, она была прописана от начала до конца. Было бы смешно, если бы не было грустно. И сейчас президент выступил с инициативой аннулировать этот закон, согласно которому с бюджета ежегодно должны огромные суммы и средства направляться на выкуп государственных облигаций, то есть долга перед Национальным банком. Для чего? Прежде всего, для того, чтобы этого долга не было, для того, чтобы бюджет не нес это бремя дополнительное, и был более свободен в распределении средств на то, на что нам остро нужно, на сельское хозяйство, на социальные различные программы, ну и так далее, очень много потребностей. И чтобы все подключились, включая, может быть, и международные организации, как найти другое решение. Одно из этих решений или в пакете должно быть, это попытка и ускорение всех решений по уголовным делам, которые открыты в Генеральной прокуратуре в связи с этим, да, и привлечение людей к ответственности, и наложение ареста на их активы и имущества. Чтобы взыскать такие материальные Да, это реальный источник. Но вы видите, с момента кражения миллиарда прошло уже два года, якобы, ну, в прессе эта информация есть, что дела открыты, 177 уголовных дел, но за два года можно было сдвинуть хоть что-то. То есть, здесь роль Генеральной прокуратуры очень высокая, потому что через это имущество можно вернуть, я думаю, какую-то часть весомую из того, что было выведено из банковской системы. Могут быть и другие решения, то есть, это нужно обсуждать. И вот этот проект закона президента об аннулировании того закона, который под кражу, вот, оно как раз и настроено на то, чтобы не противопоставить позицию президента, допустим, парламенту или правительству, а для того, чтобы всех три ветви власти, и, как я говорила, и неправительственные организации экспертов в этой области, из банковской системы, международные организации, привлечь к реальному решению вот этой проблемы. Как сберечь бюджетные средства и найти другой, быстрый и более справедливый способ решения проблемы, потому что покрывать все и за счет бюджета это абсолютно несправедливо. Здесь не только несправедливо, здесь даже логики нет, потому что правительство же у нас, как вы сказали, исполнительная власть. И оно не отвечает по закону, оно не отвечает за состояние дел банковской системы. Пример, министры, министры, они не регулируют, не управляют банковской системой. Все, что случилось, это компетенция и зона ответственности Национального банка. Национальный банк должен был принимать здесь своевременные и правильные, верные решения. Но теперь получается, что у нас исполнительная власть, которая не имеет никакого отношения к банковской системе по закону, она должна из бюджета, который она собирает, формировать, покрывать дыры в другой системе, которая, в общем-то, относительно сильно автономна от правительства. Тоже логики никакой я не вижу. Но дело даже не в этой формальной логике, а дело в том, что проблему надо решать иначе. То есть здесь нужно усилить действия прокуроров, следователей, все, кто это наказание. Но тут у нас опять проблем коррупции. И вот появилась буквально недавно информация, что по индексу, по индексам коррупции, демократии, мы скатываемся, скатываемся и скатываемся. Ну, не знаю, ситуация падает. Пока еще не на последнем месте. Там, видимо, есть куда-то еще. Но если мы стремимся к этому, то мы быстро приближаемся. Это не результат. Мы должны, наоборот, стремиться совсем достичь противоположной точки, противоположных позиций. Если я правильно понял, вот этот законопроект, который сейчас предлагается для аннулирования предыдущего закона на эту тему, он предусматривает единение трех ветвей власти. То есть правительство, парламент, это не прописано. В законе написано просто аннулировать. Аннулировать тот закон, согласно которому из бюджета теперь нужно правительству окупать гособлигации, которые были выпущены во исполнение гарантий. Но это вот такая система. И здесь закон направлен на то, чтобы аннулировать, чтобы создать ситуацию, когда ветви власти будут вынуждены искать. И это было бы очень хорошим прецедентом для того, чтобы парламент, правительство, национальный банк, президентура, эксперты независимые собрали все вместе усилия. У нас же хорошие есть эксперты и в области банковского дела и финансов и так далее. И предложили бы какие-то решения. Вы прекрасно понимаете, что принуждение к труду во благо общества сегодня не в тренде. То есть сегодня мотивация для чиновников ряда законодателей несколько иная лежит в области частных заработков. Я понимаю. Но это вопрос, который вы сегодня подняли в своей передаче. Он вопрос так называемый общественной важности. Он не касается изменений, которые затрагивают интересы узкой группы людей. Он касается всех. Бюджет. Это все наше. Понимаете? И поэтому такой вопрос общественной важности сейчас. Его решение и подключение всех в власти могло бы создать такой уникальный шанс хотя бы в каких-то очень серьезных точках нашей жизнедеятельности принимать в власти вместе решения во благо всех. Скоординированные. решения то здесь появляется реальный шанс площадка для обмена мнениями для разговоров и самое главное принятие решения. И я вот думаю как экономист на мой взгляд здесь решение может быть выработано быстро и достаточно эффективно. Но прежде чем поговорить о возможных решениях такой вот вопрос. Вы участвовали в работе одной из парламентских комиссий в частности по вопросам социальной защиты где обсуждалась эта инициатива. Ваш взгляд изнутри. Мы наблюдали за тем что было и наблюдали за исходом этих всех слушаний. Я так понимаю что не все депутаты встретили эту инновацию как одну из ожидаемых для себя что ли или как повестка для своей рабочего графика. Инновации не было почему? Потому что все знали об этой президентской инициативе что президент инициировал вот этот законопроект. Знаете мое наблюдение мне было очень неприятно понять очень быстро что некоторые депутаты высказывают не свое мнение. Это было видно. Потому что я уважительно отношусь к депутатскому корпусу и считаю что там много людей профессиональных с гражданской ответственностью но здесь было просто видно что депутаты которые участвовали в работе этой комиссии на которой был вынесен этот важный для всех вопрос что они пытаются не обосновать свою позицию я не хочу называть никаких фамилий никаких имен а что это все связано с деятельностью или с целями руководителей их партии исключительно с политическими целями что печально вопрос не политический вопрос экономический социальный можно даже сказать финансовый вопрос то есть этот вопрос уходит в сферу бюджета финансов бюджетной устойчивости страны устойчивости банковской системы позиции национального банка а здесь чувствовалось явно я это поняла что некоторые депутаты говорят от лица политических лидеров своих партий можно за всем этим усмотреть намек на соучастие в краже я не прокурор не адвокат я не могу вынести такого решения что они участвовали или нет просто люди были несвободны в том что они говорили это я почувствовала в случае принятия этого законопроекта отмены закона который на наши плечи возлагает вот такую довольно ощутимую ношу на ваш взгляд какими могли бы быть пути поиска решений я не хотела бы сейчас прямо в эфире говорить о том какие могли бы быть решения я думаю самое разумное сейчас не говорить какие могли быть решения а самое главное это вот объединение усилий ветвей власти по поиску этого решения я повторюсь учитывая наличие специалистов в Молдове в этих в этом вопросе именно да я думаю что решение могло бы быть найдено очень эффективно быстро у меня есть свое предложение свое видение как эту проблему можно решить иначе но я бы хотела чтобы это все делалось коллегиально профессионально и на какой-то площадке свободной от политики вот к обсуждению этого вопроса можно бы интересно было бы привлечь ну например специалистов из так называемого гражданского общества конечно я же говорю вот эксперты которые работают в различных неправительственных организациях которые очень часто появляются на телевидении да которые комментируют таких очень много у нас слава богу есть но это обсуждение или вот этот поиск выхода ситуации насколько мог бы затянуться вот во времени мне трудно сказать если все провести организованно и быстро я думаю что в течение двух недель можно найти решение которое потом можно положить на бумагу учитывая вот я говорю и практику и квалификацию наших специалистов мы их знаем и это можно было бы сделать но опять же таки все упирается вот этот раздрай между связями власти неконструктивный абсолютно подход ведь проблема общенациональная как я сказала в отличие от многих других проблем эта проблема касается всех она общественной значимости здесь нужно отбросить все свои политические пристрастия амбиции сесть и решить вопрос но отмена этого закона о миллиарде насколько изменит структуру взаимоотношений с внешними партнерами я так понимаю что правительство мне кажется опасается будем говорить так сказать изменению вот этого алгоритма например общение с МВФ они ссылаются на это я понимаете если с МВФ разговаривать имея на руках аргументы защищенные обоснованные говорить о том что вот мы приняли консолидированно такой вариант решения но у нас есть допустим еще такой вариант решения что мы это обсуждали мы это просчитали показать все это на бумаге с расчетами да как это можно я думаю МВФ не стал бы сопротивляться этому решению нет но ему таких ведь МВФ почему это почему это было писано в меморандум как предварительное условие МВФ не предлагали ничего другого МВФ не предлагали никакого другого решения к сожалению во всех переговорах с МВФ молдавская страна чаще всего я не говорю что все молдавская страна по моему чаще всего занимает позицию очень пассивную и позицию такого ученика который должен принять и выучить урок принять домашнее задание его выполнить к сожалению это не всегда во благо экономическое благо финансовое благо социальное благо страны нужно выходить с очень четкой позиции даже по таким сложным вопросам которые вы сегодня вынесли в передачу то есть должна быть позиция и должны быть варианты и должна быть аргументация потому что МВФ может не согласиться с одним вариантом но может согласиться с другим вариантом который предлагается к сожалению вот здесь мы хромаем я имею ввиду как переговорщики ведь сегодняшний бюджет нашей страны это бюджет такой дотационный то есть мы тратим больше чем зарабатываем сегодня это так? нам позволяют тратить больше чем мы зарабатываем потому что часть бюджета где-то четверть бюджета это кредит международных организаций и правительства отдельных стран вот поэтому мы именно и по этой причине мы тратим больше то есть мы тратим их деньги в кредит конечно который потом будем возвращать или уже возвращаем нам позволяют это делать вы знаете я всегда выступала против такой позиции почему? потому что когда ты живешь ну грубо говоря непосредством берешь постоянно в долг у тебя отпадает если так грубо сказать охота зарабатывать самому то есть ты становишься как бы иждивенцем вот на текущие там хлеб-масла тебе хватает а уже чтобы какие-то праздники у тебя были в жизни да ты постоянно берешь долг у друзей и перекредитовываешься от одного другого так тоже можно жить пирамида может перевернуться конечно все может измениться мы видим что делается в мире какие крупные изменения и в политике и в экономике последуют очевидно да и поэтому здесь я считаю что наша страна может делать политику экономическую финансовую социальную политику с опорой на собственные силы для этого нужно развивать свой потенциал а это уже совсем другое понимание что должно быть у нас в стране какая политика экономическая должна быть это уже совсем вопрос для другого разговора да я понимаю но ведь в какой-то период произошел такой разворот смотрите было время когда власти заявляли о сокращении внешнего долга сокращение внешнего заимствования то есть нет необходимости в таких вот многомиллионных кредитах а потом пошел период нашей истории когда эти кредиты страшно были необходимы но при этом закрывали социальные учреждения школы платили это своеобразная плата за кредиты то о чем я говорила на переговорах с международным валютным фондом он открывает ворота для всех остальных кредитов были я помню тот период о котором вы говорите были требования и сокращение койко-мест больницы сокращение больницы оптимизация так называемая школ и лимитирование фонда заработной платы для бюджетников когда устанавливался четко коридор ну вот это ежедневенчество наше плата за ежедневенчество тогда возникает вопрос когда же мы научимся зарабатывать тогда самим потому что ведь смотрите каждая страна на карте мира ищет не просто себя территориально она ищет себя экономически то есть кем она является для мира производителя бананов производителя шоколада производителя хлопка но сейчас не так все просто все пытаются диверсифицировать свою экономику и последние примеры то же самое ну то что нам ближе российская федерация да когда случился ну скажем для них нефтяной шок вот этот падение цен стремительное в два раза на нефть и соответственно потом на нефтепродукты и на газ значит люди очень быстро отреагировали и правительство российской федерации срочно разработало приняло программу импортозамещения вдруг они поняли что у них могут развиваться другие сектора экономики кроме нефтегазовой да что сельское хозяйство нужно себе обеспечить продовольствием потому что санкции действуют они ввели ответные санкции относительно стран европейского союза которые поставляли очень много сельскохозяйственной продовольственной продукции на российский рынок сегодня Россия о том что не самый большой экспортный потенциал пшеницы то есть больше всего в мире да они по очень многим категориям товаров стали уже самодостаточные по некоторым видам животномоческой продукции и по другой и так далее но я бы не хотела чтобы такое случилось с Молдовой чтобы от каких-то внешних шоков да мы вдруг в один день поняли что нам нужно удвоить темпы роста развития экономики что нам нужно изменить структуру что опора наша это опора на промышленное производство которое мы потеряли что его надо создавать что нужно привозить сюда бизнесменов инвесторов которые бы здесь открывали или совместные предприятия или филиалы и так далее да я бы не хотела что я бы хотела что мы своим умом к этому пришли и быстро начали внедрять другую концепцию экономического развития страны мы понимаем кто учится на чужих ошибках это наш случай ведь я просто не вижу например понимаете сейчас в округе столько ошибок наделали страны с которыми у нас хорошее отношение которые мы хорошо знаем я вот привела пример не потому что я там не хочу добра Российской Федерации я просто привела пример по-моему такой бытовой который все понимают да может быть Россия и сама вышла на вот эти приоритеты на которые она вышла в связи с тем что была санкционная война и в связи с тем что цены на нефть резко упали да но это нужно было еще время а тут этот маневр пришлось сделать быстро и защищать свои национальные интересы я имею ввиду по продовольственному рынку и так далее там много было мероприятий проведено вот в таких условиях я бы хотела чтобы мы учащись на опыте других стран вот этот опыт России для нас позитивный делайте выводы да мы тоже должны делать то же самое но не потому что у нас что-то случилось нас народ столько шоков пережил столько экономических я имею шоков и вот последнее это то что вот я рассказывала и все знают это вывод этого миллиарда и последующая инфляция и девальвация и рост цены тарифов ну это разве не шок для общества шок конечно ну всегда задаешь вопрос не нужно ждать следующего шока чтобы принять решение о том что ребята мы начинаем внедрять новую концепцию социально-экономического развития здесь сейчас сегодня можно говорить что в этом смысле наступает период защиты национальных интересов мне бы очень хотелось но я не вижу консолидации властей вот это самая большая проблема потенциал есть у нас есть и парламент функционирующий у нас есть функциональное правительство национальный банк сменилось руководство тоже там дела идут к улучшению вообще банковской системы и сейчас как раз момент чтобы все объединились этого не происходит к сожалению если эта инициатива не пройдет ни в одной комиссии в парламенте не наберет большинство нужного количества голосов президент выступит я думаю с новой инициативой которая опять же таки будет касаться того вопроса который мы сегодня рассматривали он предложит свое решение проблемы к сожалению оно не будет обсуждаться естественно с правительством и с парламентом но раз они отвергают первое решение нет смысла как говорится призывать их еще раз давайте объединим усилий и выработаем какое-то более мягкое решение для страны ну хотелось бы чтобы не знаю здравый смысл и ответственное отношение к собственной деятельности у чиновников возобладало потому что честно говоря в сегодняшних реляциях правительства о том что в общем-то страна выходит на какой-то этап очередного развития знаете резонуло во всем этом рапорте главы комитета министров то что сегодня Молдове или гражданам Молдовы вернули надежду на лучшую жизнь то есть это признание такое знаете признание в том что мы сначала отняли вот теперь каким-то образом она возвращается ну это слова я думаю что граждане все прекрасно понимают и всерьез не воспринимают вот эти отчеты декларации о том что мы как они написали я читаю на сайте правительства потому что когда я прочитала просто в изложении сми я не поверила что мы выполнили наше обязательство по выполнению соглашения об ассоциации с европейским союзом на 73,73% я зашла на совет правительства это не ошибка они так посчитали 73,73% что же они вписали в эти проценты не знаю скорее всего вот план у них который был действий вот они посчитали скорее всего я не вникала особенно что сколько мероприятий выполнено сколько не выполнено а здесь нужно оценивать конечный эффект конечный результат что это дало для торговли что это дало для сельского хозяйства по секторам что в конечном итоге это дало для роста валового внутреннего продукта и так далее вот эти результаты потому что можно делать очень много действий но пустых и вы ничего не получите а можно сконцентрировать усилия на нескольких эффективных и вы получите очень хороший результат я понимаю Елена спасибо вам за сегодняшний разговор я думаю что зрители как и журналисты внимательно следят за тем как развиваются события с продвижением этого законопроекта с этой инициативой президента и с надеждой сейчас будем смотреть а в перспективе наверное будем делать все возможное для того чтобы он был реализован потому что никому из нас не хотелось бы отвечать за преступления других людей а это в общем-то признанное преступление вывод этих денег из нашего бюджета полностью с вами согласна спасибо за приглашение будем продолжать эти беседы спасибо вы смотрели программу персональный акцент у нас в гостях был советник президента республики Молдова по экономическим вопросам Елена Горелова следите за эфирами будет интересно всего доброго и Редактор субтитров А.Семкин